Вот ребят еду и сколько сидит гуся, посмотрите. Сейчас я приближу. Гуси серые. Гуси. Пошли. Вот стайки такие, видишь? Вот весна. Силенькие. Ой, поднялись. И на меня летят еще. Ой, засранцы. Стайки, какая большая. Так что вот такие дела. Вот весна. Красная пришла. Доброе утро, друзья. Значит, сегодня просто прогулка с собачкой. С Нельсоном. 23 марта. У нас, в принципе, еще до конца марта с собакой можно. То бишь, в связи с этой чумой, как я говорил, на кабана. Охоту я не буду делать. Просто кабана нет. А погулять лишний раз с собачкой в лесу, это удовольствие. Поэтому я решил приехать и прогуляться по весеннему лесочку. Весна идет. Вода шумит. Здесь вот зимой была вырубка на моем поле. Тут складывали бревна. Но надо звонить, чтобы сделали порядок. Потому что очень много тут осталось палок различных бревен. А сейчас мы прогуляемся, посмотрим вообще движение. На камере вообще уже давно нет кабанов. Не показывало ничего. Ну, просто вот то, что прогулочка. Так что погуляем. Оставайтесь с нами. Вот подошел на солончак посмотреть. Нужно поставить соль. За зиму уже подрастаяло. Но следов свежих не вижу. Ну, если здесь заготовка была такая мощная. Деверь шугается, конечно. Вот эти вот кучи кустов. Они сейчас подсушатся. Вроде как определенной влажности. Потом приходит эта машина-дробилка. И все это превращает в щепу. Все это вывозится. А здесь. Вот последствия вырубки леса. Вот эту елку наверняка они оставляли как семенную. Но первый же ветер. Первый ветер. Ее выворачивает с корнем, варит. Потому что лес друг в дружку, когда сплошной лес, держит друг в дружку. А тут все это позавалит. Вот эти одинокие сосенки там стоят. Это тоже ненадолго. Просто у сосны более крепкие корни. Она устоит. А елка, вот пожалуйста, выворотень. Все это упало. Вывернулось все. А я сейчас пройду здесь к морю поближе. Посмотрю. Может и бывают лосиные следы. Видишь, лось подходит сюда. Вон кусты эти грозят, которые порублены, сложены. Кустики грозят. Сейчас подойду, поканаю, посмотрю. Потому что сейчас и на бобра уже интересно охотится. Вот такая задница после заготовки. Это пипец полный, блин. Как ядерная война. Они, в принципе, должны все это убирать. Не знаю, но на этом месте должны сажаться саженцы новых растений. Молодняк. Так, тут самому не утонуть нафиг. Наэльсан что-то прихватил. Попер через канал и перепрыгнул. Интересно, что это было? Какое-то животное. О, нет, назад идет. Что было, Наэльсан? Наверное, косуля. Да, вода ему пофиг. Ползает по каналам. Не боится воды, молодец. Но тут не видно, что бобрик заходил с моря. Все в эту сторону. Коза, да, видишь? Лешки козьи. Вот сколько прошел уже кабаней, следов нет. Лосиные есть старые. Наэльсан так интересуется. Уходит в сторону, приходит обратно. Ну, как и должно быть, в принципе. А кабаней их не видно. Так, это канава. По ней я сейчас должен, наверное, повернуть налево. Лес пробуждается. А вот видишь, что даже сосну лоси тоже грызут. Так, да, по навигатору тоже посмотрел, что это так. А вот следы лоси достаточно такие свежие. Вот он подходил. Он не только ивняк кушает, видите? Вот он захотел погрызть немножко сосну. Вот зубами видно, что погрызана кора. Так что тоже ему нужно для чего-то. Какие-то витамины, хвоя. Так, за поруду эту нужно убрать. Пусть уходит вода из леса. Следочки поменьше. Телята были. Похаживают. Енота не попадает даже. Смотри, вот сколько бегает. Ну, енотов подобрали волки за зиму. Я заметил, что раньше было больше енотов. На каждой охоте было собаки прихватывали. В этом году редкость. Видимо, волки подчикали. Это их такая любимая пища. Одна из любимых. Да, гуси. Гусики прилетают. На полях ехал, много гуся сидит. Но у нас весной нельзя охотиться на водоплавающую. Поэтому они летят, садятся, отдыхают, питаются. И дальше летят. Причем весной их гораздо больше. Осенью будто знают, что охота открыта. И летят другим маршрутом. Какое-то такое совпадение странное. Гуся меньше, гораздо осенью идет. Да, все места знакомые. Сколько я здесь проходил с собачками. Ой, не один десяток уже лет. Покупа кабанов. Видишь? Вот такая возвышенное местечко. Раньше все время кабаны ложились здесь. Сейчас лосик может где-то отдыхать. Ничего мы это не стреляем. Так наблюдаем. Стрелять можно поросенка. То, если собака будет работать по нему. Так просто не буду стрелять. Вот еще одна весна подходит. Быстро время летит. Очень быстро. Сезон за сезоном охотничий. Нельсон за кем-то побежал быстро. А может, козочка выскочила. Тогда недолго. Ходит, приходит, бегает за кем-то. Пик поймешь. Молодой. Будет толстый с него нет. Сложно сказать пока. Вроде как интерес проявляет. Неплохой. Ух ты, елки-палки. Вот это называется. Зацепился ногой за проволоку. И звезданулся. Сапог хоть не порвал. Вроде как нет. Это от хуторов старых. В лесу. Видишь, осталась колючка. Зараза. Затоптать ее хоть надо что ли. Вот так вот, Нельсон. Тут еще кусочки снега так лежат. Сейчас я должен выйти на вырубку. Следы лося есть. Нет, не свежий. Следы. Какой-то крупный. Волчий след. Вот он. На песке. Вышел на дорожку. Сейчас иду в сторону машины. Прогуляли. Сейчас посмотрю. Заеду там канаву. Как там бобрик движется. Вообще где-то нет. Может быть что-то видно будет. Если время хватает. Вот такая прогулочка. Денек пасмурный. Правда, где-то плюс 3-4. Весенний лесок. Пробуждающийся. Ну что, приехал я на эту канаву. Пойду проверю, что тут вообще бобры появляются, не появляются. Зимой были дальше там. Ну это где-то километр отсюда. Я на машине не поеду. Пойду, прыжком пройдусь. Что такое? Что там? Это же коряга. Нет, не вижу. Вот там вначале что-то было. Похожие выходы. Сейчас там за поворотом нужно посмотреть. Провалилась. Видишь, старая нора. Дора такая. Нет, не видно по берегу. Чтоб были выходы. Хватает ему пока мест других. Это старые березы. Работали бобрики. Это уже было. Ну вот там, кстати, видишь, выходы. Или это с осени остались. Зализа на земле. Бобры, когда выходят, он как бы животом полирует место выхода земли. Нальсон не надо туда. Все хочет на ту сторону. В лес перейти. Ну вот, бобрик следы погрызал. Но я не вижу, чтобы он выходил сейчас на берег. Не видно. Но он где-то живет здесь, конечно. Плавает туда-сюда. Кустики кушает. Выходов не вижу на землю, на берег. А здесь нету нигде. Вот одно место там было. Что-то такое похожее. Ерундистика. Это вышечки мы ставили на лосину, когда охотимся. Здесь сидят. Номера остановятся. Здесь уже подтоплен лес. Достаточно сильно. Вот погрызли тоже, видишь? Так что вот такие дела, Анельсон. Не бери ты кость эту. Брось ее. Сейчас попьем чаю и пойдем обратно. Тоже береза подгрызена. Вот тут даже стрельнешь на той стороне, и его уже не достанешь. Березка. Съедена, да? Ну что, Нельсон, разворачиваюсь. Разведку мы с тобой сделали. Пойдем обратно в сторону машины. Будем закругляться. Так что, ребята, тут такая вот прогулка. Это даже не охота. По лицу погулял, посмотрел. Нельсон, он кость нашел какую-то от зверя. Я думаю, может быть, косуля или что-то. Какие зверюшки ее затоптали, косточка валяется. Так что, до новых встреч. Всем пока. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok